Смотрите видео о том, как следует трактовать, в частности, слова Сергея Павловича Королева об атоме водорода, как о безоболочковом дирижабле, который еще в 70-х годах вдохновили меня, тогда еще выпускника МВТУ имени Баумана идеей создания космического дирижабля. Идеей, которая на самом деле является только частью того, что вытекает из эффекта Ярковского, озвученного еще в 1900 году, но официально и то только ограничено признанного совсем недавно. И вот что является удивительным в этом плане. В 1944 году было предсказано существование так называемой частоты линии нейтрального водорода. Эта линия находится в диапазоне, который расположен в нижней части микроволнового диапазона электромагнитного спектра. Наблюдается она еще с 1951 года, являясь важнейшей в радиоастрономии, так как дает информацию о распределении нейтрального водорода и движении его облаков. И именно потому, что водород наполняет космическое пространство примерно на 75%. Эта линия даже используется для поисков внеземных цивилизаций. В то же время почему-то никого не интересуют те силы, действующие на атомы и молекулы водорода, которые как раз и обусловлены, теми его излучениями, которые и возникают в результате реактивного отброса в бесконечность этих излучений, которые часто наблюдаются радиоастрономами, потому что соответствующие радиоволны проникают даже сквозь большие облака межзвездной космической пыли, которые непрозрачны для видимого света, и они все еще, это просто удивительно, не являются для научного сообщества свидетельством существования у водорода этих несущих свойств. Даже после того как официально был признан эффект Ярковского, согласно которому наблюдаемые радиоастрономами излучения водорода являются, быстрее всего, переизлучениями действующих, на электроны его атомов излучений. При этом особо удивительным является даже не то, что та энергия, которая приписывается фотону, именно конкретно, испускаемому электронами атомы водорода при изменении скорости их вращения на противоположную, однозначно не позволяет фотону развивать тот импульс, который в состоянии обеспечить это изменение. На самом деле это изменение скорости можно обеспечить только лишь за счет значительно большей энергии фотона. И это количество, кстати, соответствует и тому количеству энергии, которая позволяет атомам водорода, быстрее всего, на основе именно эффекта Ярковского проникать безрасходным образом в космическое пространство после их выделения из земных недр. В принципе же, наиболее точно судить о величине несущим свойств водорода можно исходя из того, что его атомы и молекулы, развивающие в земных условиях скорости, значительнымише второй космической скорости, тем не менее проникают в достаточно большом количестве в космическое пространство. Как и более массивные атомы и молекулы гелия, у которых на каждый протон приходится равный ему по массе нейтрон, но, судя по всему, делающие это почти что на пределе своих возможностей. Итак, если водород обладает несущими свойствами в соответствии с эффектом Ярковского, то в этом случае для проверки его способности компенсировать вес оболочки из существующих в реальности материалов, можно записать следующее уравнение 1, согласно которому массы водорода и оболочки должны быть равны. А именно, площадь поверхности оболочки на ее толщину и на плотность материала оболочки равна объему водорода, умноженному на его плотность. После соответствующих сокращений получается следующее уравнение 2. Утроенная толщина оболочки на плотность материала оболочки равна произведению радиуса и плотности водорода. С учетом же того, что тонкостенная оболочка может разрушиться в соответствии с формулой Лапласа при напряжении, равном давлению водорода, умноженному на радиус и деленному на удвоенную толщину оболочки, уравнение 2 можно преобразовать в уравнение 3. То есть соотношение давления водорода к его плотности оказывается, может быть меньшим предельных прочностных характеристик реально используемых материалов. В данном случае речь идет об отечественном материале ОРМОЗ, использовавшемся в реальном аккумуляторе водорода, с характеристиками примерно равными расчетным, в котором масса водорода превышала массу оболочки почти что в 1,7 раза. Одним словом, становится очевидным, что не просто так космическое пространство на 99% наполнено водородом и гелием, а большинство космических тел состоят из водорода значительно больше, чем на 50%. При этом, получается, что атомы водородов, по аналогии с капиллярами аккумулятора водорода, вполне можно уподобить и оболочкам из электронов, наполненных водородом, тем более, что проявлению несущих свойств атомами и молекулами водорода способствуют и их скорости, с которыми они осуществляют орбитальное движение со взаимными столкновениями в межмолекулярном вакууме, несмотря на то, что они значительно меньше космических скоростей. И именно поэтому можно утверждать, что и обычные оболочки с водородом могут также проникать в космическое пространство безрасходным образом, как и гелий, причем, как и в случае с атомами и молекулами водорода в составе большинства космических тел речь идет о самых различных давлениях и температурах. А это, в свою очередь, означает и то, что капилляры с водородом, которые, в частности, являются основной частью уже созданного и используемого капиллярного аккумулятора водорода могли бы быть стать простейшим и именно полноценным беспилотником, таким же надежным и безопасным, как и аккумулятор водорода с капиллярами из армоса. Тем более, что соответствующая модернизация такого рода капиллярной схемы в значительно более эффективную просто сама по себе напрашивается. Речь идет об использовании совокупности не отдельных капилляров, а о том, чтобы оболочки соседних капилляров имели, так сказать, общие стенки. Ясно же, что таким образом можно существенно облегчить оболочку. Мы же в настоящее время с упорством, достойным лучшего применения, все еще пытаемся выехать только лишь на одном советском наследе, причем, в области космонавтики крайне неудачно. И пора бы нам начать использовать, в том числе и со ссылкой на те достижения, которые приписываются к гитлеровской Германии, чрезвычайно эффективный опыт все той же Германии в части использования ранее игнорировавшихся идей. Тем более, что в нашем случае речь-то идет о наших собственных идеях. А именно, о идее Ярковского в части непосредственного использования природных реактивных сил, а также, по сути, перекликающихся с ней идей советских времен, игнорировавшихся официальной наукой. Продолжение следует...